Уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашего вебинара будет посвящена расстройству мочи и спускания у детей. И будет она состоять у нас из двух частей. Первая часть будет посвящена именно этиопатогенетическим моментам расстройства мочи и спускания. А во второй части вебинара или вторая часть будет посвящена именно принципам лечения. Следующий момент, о чем мы с вами будем говорить, о нарушении уродинамики, как это конгестия органов мочеполового венозного сплетения, сосудистые изменения и нарушения энергетического метаболизма. Если мы посмотрим на этот слайд, на котором представлены органы малого таза, то что мы видим у лиц женского пола? Мы видим мочевой пузырь, мы видим матку с яичниками, с придатками, мы видим прямую кишку. У мужчин мы видим мочевой пузырь, предстательную железу и также мы видим прямую кишку, прямую сигмовидную кишку. Что у нас получается? Если говорить об этих органах малого таза, если говорить о мочеполовом венозном сплетении, то что вот это вот мочеполовое венозное сплетение, которое окутывает органы малого таза, оно у нас осуществляет регуляцию оттока крови из тазовых органов. Выделяют две крайние формы мочеполового венозного сплетения. Это магистральная форма мочеполового венозного сплетения, когда мы видим крупные венозные стволы диаметром от 5 до 12 мм. Мы видим сетевидную форму мочеполового венозного сплетения. Где-то здесь у нас сосуды окутывают, окутывают сосуды как сеточкой, мелкой такой тоненькой сеточкой сосуда 0,5 мм, там 3 мм. Ну и промежуточная форма, вернее промежуточная форма, это промежуточная сетевидная форма мочеполового венозного сплетения. Так вот, морфологические особенности сетевидной формы мочеполового венозного сплетения к чему приводят? Они приводят к замедлению кровотока, мы говорим об органах малого таза, к депонированию венозной крови, задержке микрофлоры и появлению, в более старшем возрасте, появлению флебитов и тромбофлебитов. Что мы видим у таких пациентов? Что же мы видим у таких пациентов? Да, извините, я не сказала, что вот морфологические особенности, вернее вот эта сетевидная форма мочеполового венозного сплетения, да, она встречается у одной трети популяции. Поэтому практически каждый третий, а может быть даже и каждый второй пациент, он на раз предрасположен к заболеваниям органов малого таза. Что мы видим у женского пола? А мы видим наличие рецидивирующих циститов. Мы видим наличие запоров замедленного опорожнения кишечника. Мы видим микробно-воспалительные заболевания репродуктивной сферы авариты, сальпингиты. Мы видим, у девочек мы видим, либо если мы говорим о том, что имеет место гипоксия, конгестия, застой в органах малого таза, то что мы видим? Мы можем у девочек видеть задержку полового созревания при ультразвуковом исследовании. Мы определяем так называемый уторус фитализ, да, либо мы видим преждевременное половое развитие, когда мы за счет вот этой гипоксии, да, органов малого таза, мы видим выброс, вот этот гормональный выброс, да, компенсаторный гормональный выброс, да, и видим преждевременное половое развитие. Ну, а у лиц мужского пола мы с вами также видим запоры, мы видим запоры, да, мы видим проявления, мы, вернее, констатируем запоры, они встречаются практически в сочетании с энурезами, да, с микробно-воспалительными заболеваниями, практически там 70-80% случаев, ну, и явление простатита. Если раньше мы считали, что простатит – это заболевание лиц, которые ведут активный образ жизни, которые передаются половым путем, да, за ПП, да, то в настоящее время мы диагностируем у подростков простатиты, да, диагностируем у подростков простатиты, которые, в общем-то, не ведут активную половую такую вот жизнь, да. И что оказывается? Действительно, да, пациенты, мы говорим о том, что вот проблемы органов малого таза, застой в органах малого таза – это междисциплинарная проблема. Эти пациенты у нас, в том числе и с расстройствами мочеиспускания, мы говорим, да, на фоне вот застоя, на фоне застоя в органах малого таза, они у нас ходят по специалистам. Это гастроэнтерологам с запорами, да, это гинекологами с воспалительными процессами, это урологами-нефрологами с циститами, да, и урологами-андрологами при воспалительных процессах со стороны предстательной железы. Ну, назначается, как правило, назначается антибактериальная терапия, либо какая-то этиологическая другая терапия, а, в общем-то, патогенетическая терапия таким пациентам не назначается. Говоря, или она назначается, имеет место быть эффект, но этот эффект кратковременный. Говоря о нервной регуляции, мы с вами должны помнить, вернее, мы знаем, что сократительная функция детрузера, она контролируется парасимпатическим отделом вегетативной нервной системы с холиэнергическим механизмом передачи возбуждения. И вот у нас адренорецепторы, которые обеспечивают функцию замыкательного аппарата, у нас 70% находятся в наружном и внутреннем сфинктере уретры, 30% у нас находятся в толще детрузера. А вот бета-рецепторы, которые обеспечивают активную дилетацию детрузера и его пластический тонус, здесь соотношение идет наоборот. 70% находится в толще детрузера и 30% только находится в наружном и внутреннем сфинктере уретры. И вот были проведены исследования еще в 1995 год. Я почему говорю, что у нас великолепные исследования. Бери не хочу, пользуйся, где расписаны все вот эти патогенетические моменты. У нас великолепная урологическая школа. Так вот, Ирина Валерьевна Казанская вместе с Траховым, она показала еще в 1995 году о том, что недостаточное поступление кислорода в ткань органов сопровождается нарушением окислительных процессов и проявляется метаболическими сдвигами с гипоксическим повреждением органов малого таза, с последующей перестройкой архитектоники магистральных артерий и капилляров. А Наталья Борисовна Гусева с Евгением Леонидовичем Вишневским в 2003 году, исследуя газовый состав крови подвздошных вен у пациентов, у детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, выявили вот эти значительные изменения артерио-венозной разницы, напряжения по кислороду и метаболический акцидоз. Все в последующем позволило это трактовать или констатировать как гипоксию детрузера. Дмитрий Юрьевич Пушкай в 2002 году четко показал, что если нарушения энергетического метаболизма носят легкий и умеренный характер, то мы видим нарушение адаптации детрузера с гиперрефлексией. Мы видим детрузерно-сфинктерную диссериненергию с иритативной симпатопатикой. А вот если уже энергетические нарушения метаболизма имеют выраженный характер, то это приводит к более глубоким нарушениям сократительной функции мочевого пузыря. Мы видим гипорефлекторный мочевой пузырь с наличием остаточной мочи. Мы на это с вами должны обращать внимание. Почему? Да потому что вспоминайте, вернее, как к вам обращаются пациенты, а может быть и они не обращаются. Да, на фоне переохлаждения у пациента появляется, или на фоне каких-то гигиенических мероприятий у пациента появляется учащенная мочеиспускание. Ну, переохлаждение, да, появляется учащенная мочеиспускание. Мамочки с ребенком либо к вам приходят здесь и сейчас и констатируют вот эти проявления, да, либо занимаются самолечением, пьют всевозможные морсы, и, значит, пьют всевозможные морсы или пьют какие-то лекарственные препараты и забывают об этом первом звоночке, который прозвучал и на который мы с вами должны уже обратить внимание. А вот в последующем, спустя какое-то определенное количество времени, а это может и пройти 6 месяцев опять появляется вот эта вот гиперефлексия, а если к вам пациенты обращаются через год и вспоминают, что был такой эпизод, то они уже госпитализируются либо в стационар, либо с острым пиелонефритом, да, и тогда вы выявляете, именно констатируете гипорефлекторный мочевой пузырь, либо к вам приходят на прием, и вы отправляете на УЗИ, и тогда вы видите изменения уже на УЗИ у таких пациентов. Вот посмотрите, Ирина Геннадьевна Белоусова в 2005 году, что она показала о том, что имеет место у детей с нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря, имеет место снижение кровенаполнения сосудов передних отделов малого таза, который отражает нарушение кровообращения мочевого пузыря. Джаватханова в 2013 году, врач ультразвуковой диагностики, которая проводила трансперениальное УЗИ, она показала, что вот эти длительные нарушения эвакуаторной функции прямой кишки и мочевого пузыря вызывают анатомические и функциональные изменения со стороны данных органов. 2014 год ТИТОВ, что он нам показал? Он показал, что нейрогенные расстройства, акта мочеиспускания по типу гиперактивного мочевого пузыря, они сопровождаются нарушением микроциркуляции и реологических свойств крови по типу гиперкоагуляции. Здесь мы уже что имеем? Здесь мы имеем проявление эндотелиальной дисфункции. Ну и Бажендаев, это последнее исследование, которое опубликовано в 2020 году, он показал, что в патогенезе синдрома неполного опорожнения мочевого пузыря и функциональных расстройств, также имеют место расстройства кровообращения в передних отделах малого таза у пациентов в виде ангиоспазма при наполнении мочевого пузыря. И в 50% случаев наблюдений ангиоспазм сохраняется независимо от фазы накопления или фазы опорожнения. Таким образом, что мы видим? Мы видим нарушение венозного оттока. Я вас подвожу к тому, что мы с вами должны. В чем причина нарушения регуляции мочеиспускания? Значит, нарушение венозного оттока, имеющее место анатомические дефекты сосудисто-нервных структур, да, мы говорим о конгесте органов малого таза, вторичные изменения на фоне воспаления или определенного количества воспалительных процессов приводят к чему у нас? К нарушению микроциркуляции в малом тазу, как на органном, так и тканевом его уровнях. Вот имеющее место вот эта венозная гиперемия и застой, она у нас приводит к активации адренорецепторов в зоне воспаления, которые ведут к спазму сосудов, о чем показали вот эти исследования, которые я вам перечислила. И наоборот, таким образом мы видим, что мы видим некордиоринированное сокращение как самого мочевого пузыря, так и у ретральных сфинкторов, и видим так называемую детрузерно-сфинктерную диссинергию. Ну, в последующем в стенке венозных сосудов мочеполового венозного сплетения развиваются дистрофические процессы, склеротические процессы, и таким образом замыкается вот этот порочный круг патологического процесса. То есть нарушение венозного оттока ведет к изменению параметров артериального притока и наоборот. И поэтому наши традиционные методы лечения только этиологической направленности, они у нас оказываются недостаточно эффективными. Вот это имеющее место затруднение и извращение кровотока приводит к изменению микроциркуляции и транскапиллярного обмена, который ведет к нарушению трофики мочевого пузыря, о том, что вот мы видели предыдущими исследованиями, я показала, нарушением функциональных возможностей. Какие функциональные? Мы же не только, мочевой пузырь не только изгоняет мочу, акт мочеиспускания микция, но и за счет градиента давления он присасывает мочу, выполняя вот эту вот резервуарную функцию. И что у нас получается? Есть ли нарушение и в последующем персистенция вот этой инфекции? И что мы видим с вами? А мы видим с вами при ультразвуковом исследовании, мы видим, что находится у нас, лоцируются чашечки, лоцируются, извините, лоханки, лоцируются верхние мочевые пути. Мне представляется интерес, вот я хочу вас познакомить, вот с этой схемой, да, она концептуальная схема развития патологии, развития микробно-воспалительных заболеваний органов мочевой системы, где этиологическими факторами у нас выступает инфекционный агент, да, это то, что мы с вами проговорили, факторы агрессии, да, безусловно, учитываются факторы риска, социально-бутовые, в них сюда мы включили обязательно внутриутробную гипоксию, да, мы говорим о том, что воспалительный, сам воспалительный процесс в органах малого таза, плюс сюда еще застой в органах малого таза, конгестия мочи полового венозного сплетения, которое у нас приводит к повышению тонуса шейки мочевого пузыря, задние уретры, а конгестия органов малого таза приводит к нарушению микроциркуляции, нарушению функции сосудов, подключению эндотелиальной дисфункции, все это ведет к реализации динамического компонента инфравизикальной обструкции, к ишемии органов малого таза и нарушении в конечном итоге функции мочевого пузыря, когда мы видим вот эти вот проявления, либо гиперрефлекторный мочевой пузырь, либо гиперрефлекторный мочевой пузырь, ну или их всевозможные разновидности. Да, мы говорим, страдает функция мочевого пузыря, у нас идет нарушение уродинамики верхних мочевых путей, сначала идет нарушение уродинамики нижних мочевых путей, затем нарушение уродинамики верхних мочевых путей и нарушение секреторно-экскреторной функции почек. Мы имеем с вами органическую обструкцию, либо функциональную обструкцию, которая проявляется у нас расстройствами мочи и спускания гиперрефлекторного мочевого пузыря, либо гипорефлекторного с объемом остаточной мочи, что ведет к повышению внутрилоханочного давления и к реализации внутрипочечных рефлюксов. Если вы посмотрите, то у нас существует 6 внутрипочечных рефлюксов. Пилотубулярный рефлюкс, пилоинтерстициальный, пилосубкапсулярный, пиловазальный, пиловенозный рефлюкс и пилосинусовый рефлюкс. Таким образом, что у нас получается? У нас инфекционный фактор, который реализует цитолитические реакции через воспаление. У нас повышение внутрилоханочного давления приводит к падению скорости клубочковой фильтрации, к активации ренин ангиотензиновой системы, к ишемии почечной ткани. Вот это имеющее место воспаление запускает каскад патологических реакций с апоптозом, с некрозом, с активацией фактора некроза опухоли, с увеличением продукции и снижением деградации мезангиального матрица, и что в конечном итоге ведет к развитию нефросклероза. На это мы с вами всегда должны обращать внимание. Какие же у нас диагностические критерии расстройств мочеиспускания, когда мы с вами встречаемся с таким пациентом? А еще лучше, когда мы впервые видим такого пациента, что мы с вами должны оценить? Это в первую очередь провести оценку зрелого типа мочеиспускания, с оценкой среднего эффективного объема мочевого пузыря, со средним количеством мочеиспусканий за сутки, проведение мекционной сонографии органов мочевой системы наших почек с определением максимального объема мочевого пузыря и объемом остаточной мочи, и констатировать наличие у ребенка типа рефлекторной деятельности мочевого пузыря. Отдельных несколько слов мы с вами должны проговорить по проведению мекционной сонографии. Я думаю, что Станислав Викторович, у нас уже записана отдельная лекция по ультразвуковому исследованию органов мочевой системы, но опережая немного события простым языком, я расскажу, что должны знать педиатры. И всегда говорить мамочкам, что если у ребенка имеется мочевой синдром, когда мы отправляем ребенка на УЗИ, ультразвуковое исследование должно проводиться на полный мочевой пузырь. Врач ультразвуковой диагностики определяет, максимальный объем мочевого пузыря должен быть позыв на мочеиспускание. Причем этот объем определяется очень просто, длинник на поперечник и коэффициент в зависимости от возраста ребенка. И затем мы должны отправить ребенка опорожнить мочевой пузырь и посмотреть объем остаточной мочи. Допустимо наличие остаточной мочи до 5 мл. Все, что больше 10-15-20, это уже будет у нас говорить о том, что у ребенка гипорефлекторный мочевой пузырь. А, к сожалению, у нас, в общем-то, когда ты смотришь карту, читаешь вот эту карту, заключение, вернее, не карту, а заключение по ультразвуковому исследованию, очень часто врачи ультразвуковой диагностики пишут, мочевой пузырь пуст. Поэтому, естественно, посмотреть, а что у нас творится, да, какой, вернее, истинный объем мочевого пузыря, или остается, имеется у нас объем остаточной мочи, или какие изменения у нас будут со стороны чашечно-лоханочной системы, это никому не известно. И вот буквально там, мне бы, конечно, хотелось бы привести вам и клинические какие-то случаи, но за неимением времени вот буквально осталось у меня два слайда, на которых мы сейчас посмотрим. Вот посмотрите, если мы посмотрим, с левой стороны, да, ну, с левой стороны, вот как на снимке, да, вот расширенная чашечно-лоханочная система. По УЗИ размер лоханки у этого пациента был всего только 5 мм, но имел место мочевой синдром. А вот тот снимок, где мы видим двухстороннюю гидронефротическую трансформацию, да, здесь при ультразвуковом исследовании размер лоханок был в пределах 10 мм, то есть одного допустимого мм. И врач ультразвуковой диагностики написал просто, да, пиилоктазия, двухсторонняя пиилоктазия. Когда же ребенок к нам попал в стационар с острым пиилонефритом, по стиханию активности микробно-воспалительного процесса, да, спустя там 6 месяцев мы провели исследование, и вот выявили вот такую вот гидронефротическую трансформацию обеих почек. К сожалению, вот у меня указка не показывает, да, я не могу показать, но что мы здесь видим? Когда, если отдельная лекция есть по пиилоктазиям у детей, да, по диагностике пиилоктазии, по клиническим маркерам пиилоктазии, если мы с вами видим расширенную лоханку в пределах 1 см, да, мы говорим, что да, возможно, потом сокращение этой лоханки, да, там дозревание, созревание вот этого микционного, там, не микционного, а сократительная функция вот этой вот лоханки. Но если с вами, мы видим, вот как на верхних двух снимочках, да, на правом снимке, на левом снимке, да, показаны расширенные чашечки каликсы, это будет 100% патология грубая, органная патология. Поэтому таких пациентов мы долго не, как говорится, мы долго не держим на амбулаторном этапе. Мы можем 1-2 ультразвуковых исследования провести с разницей, ну, в 3-6 месяцев. И если у нас расширенные чашечки сохраняются, расширенные каликсы, да, то мы, конечно, таких пациентов отправляем на полное рентгеновурологическое обследование. Мы, нефрологи, не любим, и на что должны были, должны обращать внимание, что если у нас врач ультразвуковой диагностики пишет, лоцируются мочеточники, вот как представлено на верхних двух снимках и на правом, на левом снимке, в нижнем снимочке, да, расширенные мочеточники, неважно в какой трети, мы с вами должны бить в колокола и думать, а нет ли здесь у нас мегауретера в зависимости от того, какая степень и какой функционал у этого мегауретера, рефлюксирующий или не рефлюксирующий мегауретер, да. И, безусловно, таких пациентов с мочевым синдромом мы в обязательном порядке должны отправлять на полное рентгеновурологическое обследование. Уважаемые коллеги, я вас благодарю за внимание. Мы сегодня с вами поговорили именно об этиопатогенетических моментах развития расстройств, мочеиспускания, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Как мы подошли, вернее, обсудили, на что мы должны обращать внимание, как мы должны формировать группы риска по расстройству мочеиспускания и вообще по патологии органов мочевой системы. На следующем вебинаре, да, и патогенетические моменты обсудили, а вот на следующем вебинаре мы четко с вами проговорим о том, о какие принципы лечения, какой алгоритм лечения должен быть у всех вот этих вот, у пациентов с разными расстройствами мочеиспускания. Я здесь оставила вам электронный адрес. Если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, отправляйте свои вопросы, да, и в следующий раз мы спокойненько все это, ну, с вами обсудим, уже прямо сделаем по типу вопросов вебинар, по типу вопросов и ответов, что вас интересует. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать в свою библиотеку полезной информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Сирано образование станет ближе и удобнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова